Минувшая неделя запомнилась введением электронных пропусков для передвижения по Москве и Московской области. Первый день всеобщего контроля едва не обернулся транспортным коллапсом, но в информационном шуме не потерялись и другие вести. Российские автозаводы приняли меры предосторожности и возобновляют работу. Реформа техосмотра с введением обязательной фотофиксации и электронных диагностических карт отложена до марта 2021 года. Тульский завод марки Хавейл рассекретил облик внедорожника H5, под которым скрывается знакомый с 2010 года Great Wall Hover. Hyundai представила модификацию Tucson Way с медиасистемой Яндекс.Авто, а китайский концерн FAU напомнил нам, что представит в России свой компактный кроссовер Bastion T77. Но для начала минута автоспорта. В программе развития российского автоспорта SMP Racing исполнилось 7 лет. Первым соревнованием для нее в 2013 году стала гонка 3 часа Монцы. Это первый этап сезона Blancpa Endurance Series. А самый громкий успех пришел во время прошлого спортивного сезона. Экипаж команды SMP Racing, выступающий на российском прототипе BR-1, впервые в истории марафона 24 часа Лимана поднялся на подиум в абсолютном зачете, завершив гонку на третьем месте. Кроме того, в прошлом году воспитанник программы Роберт Шварцман выиграл чемпионат Формулы 3. До этого из наших соотечественников его выигрывал только Даниил Квят в далеком 2013 году, когда серия называлась GP3. Также российские гонщики оказались успешными в европейском чемпионате Формулы Рено. В 2017 году третье место по итогам сезона завоевал Роберт Шварцман, а в 2019 году Александр Смолер. Кроме того, пилоты SMP Racing вошли в состав российской делегации на первой автомобильной олимпиаде международных автоспортивных играх, которые прошлой осенью прошли в Италии. Победу в командном зачете отпраздновала Россия. В минувшую среду сотрудники ГИБДД начали проверять электронные пропуска у водителей, въезжающих в столицу. Заторы образовались почти на всех крупных магистралях. Похожая ситуация в метро. Пассажиры выстроились в длинные очереди, ожидая проверки электронного пропуска. Поэтому уже через несколько часов всеобщие проверки пришлось снять как на дорогах, так и в метро. Московская мэрия пообещала реализовать автоматическую проверку пропусков, привязав их к транспортным картам «Тройка». Но как именно это будет работать, пока не ясно. Напомним, что 15 апреля пропускная система заработала одновременно в Москве и Московской области. Каждый, кто передвигается на личном или общественном транспорте, должен оформить бесплатный пропуск на сайтах мэра Москвы и губернатора Подмосковья посредством СМС-сообщения или через единую справочную службу. Как в столице, так и в области штраф за езду без пропуска на личном автомобиле составит 5000 рублей. При этом на штрафстоянку машины эвакуируют только у тех водителей, которые обязаны соблюдать карантин. Заметим, что штраф пока выписывают только инспекторы полиции. А дорожные камеры по-прежнему отслеживают нарушения правил дорожного движения. В систему уже внесли номера автомобилей, чьи владельцы заразились коронавирусом или обязаны отбыть карантин. И по данным скамер, полицейские отслеживают маршрут и задерживают нарушителей. Однако рассылать штрафы в автоматическом режиме по закону невозможно. Административный кодекс разрешает наказывать собственников транспортных средств только за нарушение правил дорожного движения. Если финал европейского конкурса «Автомобиль года» все же успели провести в полупустом павильоне «Палэкспо» в Женеве, то последнее голосование конкурса «Всемирный автомобиль года» прошло не на Нью-Йоркском автосалоне, а целиком в интернете. Главный титул «Всемирного автомобиля года» неожиданно получил Kia Seal Your Ride. Будем считать, что корейский кроссовер наградили авансом, ведь пока модель продается только на рынках США и Канады. И статус «Всемирного» явно преувеличен. В тройку призеров также вошли сразу две «Мазда» — семейство «Мазда 3» и кроссовер «ЦХ-30». Притом трешка вдобавок взяла специальный приз за лучший дизайн. Также жюри выбрало «Спортивный автомобиль года» и «Люксовый автомобиль года». Обе номинации достались электрическому седану «Порше Тейкан». Четвертая категория — «Городской автомобиль года». Здесь тоже победил электромобиль, но уже более скромный — Kia Soul EV. Ассоциация европейского бизнеса подсчитала мартовские итоги продаж новых автомобилей. Как выяснилось, россияне массово скупали машины, не дожидаясь роста цен из-за девальвации рубля. В итоге российский рынок поглотил за месяц 162 тысячи автомобилей и без малого 400 тысяч машин по итогам первого квартала. Интересно, что ажиотажный спрос не помог лидерам рынка. «Лада», «Киа» и «Хионде» даже немного просели. Тем временем двузначные числа роста в марте показали полтора десятка марок, включая «Шкоду», «Тойоту», «Мазду» и «Джили». В разы выросли продажи автомобилей «Чанянь», «Хавейл» и «Кадиллак». Хотя в абсолютных цифрах эти марки остаются далеко за пределами топ-10. Надвигающийся кризис — традиционное время роста для премиум-сегмента. В последние дни перед закрытием автосалонов на карантин некоторые дилеры едва успевали выдавать проданные машины. В итоге почти у всех премиум-марок двузначный рост по итогам квартала, но обеспечен он по большей части удачным мартом. Список моделей бестселлеров не изменился. Две первых строчки уверенно занимают «Лада Гранда» и «Лада Веста», за которыми следуют «Кио Рио», «Хёнде Крета» и «Фольксваген Пола». А самый настоящий ажиотаж возник вокруг нового поколения «Тойота РАВ4». Интересно, что выдача автокредитов в марте выросла на 3% в штуках и на четверть в денежном выражении. Средняя сумма увеличилась на 20%. В апреле рынок неизбежно покажет минус. Ведь автосалоны закрыты, а продавать автомобили по интернету в России пока невозможно. Многие бренды предлагают забронировать машину онлайн по фиксированной цене, но фактическая выдача откладывается до открытия дилерских центров. Закрытие автосервисов заморозило и гарантийное обслуживание машин. Поэтому многие бренды предложили отсрочку на прохождение ТО и продлили гарантию. Такую возможность подтвердили Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, Cherry, Jaguar и Land Rover. Воспользоваться услугой можно, если дилерские центры не работают, а также когда клиент находится на самоизоляции или проходит лечение. Индивидуальный подход обещают Mitsubishi и Nissan. У разных марок условия отличаются, но, как правило, указан срок до конца мая. Вероятно, аналогичные меры вскоре примут почти все компании. Для возобновления работы российским автозаводам пришлось предпринять защитные меры от закупки масок и термометров до реорганизации производств. Так на автовазе разнесли время начала работы конвейеров, чтобы избежать массового скопления людей на проходных. Горьковский автозавод организовал собственные автобусные маршруты, чтобы заводчане не пользовались городским общественным транспортом. Вдобавок рабочий процесс теперь устроен так, чтобы между сборщиками было полтора метра дистанции. При этом все компании отмечают спад числа заказов. Из-за этого УАЗ призвал на конвейер только четверть сотрудников. Завод Hyundai под Санкт-Петербургом перешел на односменную работу. На Елабужский завод Ford Solar's, где выпускают транзиты, вызвали только тех, кто занимается производством и отгрузкой автомобилей. Также работу возобновил Калининградский автотор, Челнинский КАМАЗ, а в Ижевске вновь стали собирать Весты. В ряду автомобильных марок грядет пополнение. Вскоре на рынок должен выйти новый бренд Toc из Турции. Первые прототипы президент страны Реджеп Таип Эрдоган представил еще под занавес прошлого года. А сейчас Toc запатентовал дизайн своего первого седана и кроссовера, которые нарисовали специалисты ателье Пенинфорина. Сами машины появятся примерно через 2-3 года. Характеристики раскрыты довольно скупо. Известно, что турки разработали собственную платформу, в которую могут быть встроены один или два электромотора. Также новоиспеченный бренд обещает автопилот третьего уровня. Запас хода от 300 до 500 километров, а в перспективе целую гамму электромобилей. Российский офис марки Hyundai представил кроссовер Tucson Wave. Это спецверсия, которая будет выпущена ограниченным тиражом. По оснащению новинка представляет собой нечто среднее между комплектациями Family и Lifestyle. От Lifestyle спецверсия получила светодиодные фары, парктроники спереди и сзади, электропривод складывания зеркал, регулировку пассажирского сидения по высоте, а также авторежим передних стеклоподъемников. Но главное отличие в медиасистеме Яндекс.Авто. У нее 8-дюймовый тачскрин, фирменная навигация, голосовой помощник и поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Исполнение Way стоит на 50 тысяч дороже, чем версия Family, но на 45 тысяч дешевле, чем Lifestyle. Заказать его можно только для машин с бензиновым мотором и автоматической коробкой. Китайская компания FAU расширит российский ассортимент моделей компактным кроссовером Bestune T77. Это одноклассник фольксвагеновского Тигуана. При длине 4,5 метра китайский паркетник лишь на 4 сантиметра длиннее немца. Из-за богатого оснащения именно этот автомобиль носит статус самой дорогой модели под маркой FAU. Агрессивными рубленными формами 77-й радикально отличается от остальных автомобилей бренда. Силовой агрегат – бензиновый турбомотор, с которым могут быть состыкованы 5-ступенчатая механика или 7-ступенчатый преселектив. У китайской версии над передней панелью парит голографический помощник, понимающий голосовые команды. Но будет ли голограмма на российских автомобилях – неизвестно. Старт продаж новинки намечен на конец года. Марка Хавейл перестала держать в секрете внешность российской версии внедорожника H5. Напомним, что сама модель, мягко говоря, не нова. Ее прародитель – Isuzu Axiom образца 2001 года. Его китайский аналог назывался Great Wall Hover. Такие машины оснащались лицензионными моторами Mitsubishi и даже с 2005 года выпускались в России на заводе в городе Гжель. Впоследствии Hover получил приставку H3, потому что в 2010 году у него появилась европеизированная разновидность H5 с дизайном стиля Mazda. Но если пятерка покинула российский рынок вскоре после кризиса 2014 года, то исходный третий Hover спустя три года вернулся к нам под маркой Hauer. И вот теперь, когда материнский Great Wall сосредоточился на пикапах, его дочерняя фирма Havail уже на собственном заводе в Тульской области снова запускает модель H5. Показаны официальные фотографии и объявлено, что внедорожник получит раздаточную коробку BorgWarner. У нее подключением передних колес заведует многодисковая муфта с электромагнитным управлением. Также раскрыт состав комплектации, хотя цены остаются тайной. В базовую войдут климат-контроль, задний парктроник, медиасистема, плюс обогревы лобового стекла и передних сидений. В топовом исполнении добавятся отделка салона из эко-кожи, камера заднего вида, а также датчики дождя и света и электропривод водительского кресла. Кстати, для старшей версии можно будет выбрать отдачу двухлитрового турбомотора на 150 или 177 сил. Коробка передач заявлена только одна – шестиступенчатая механика. И это значит, что маркетологи Хавейла нашли для старичка многообещающую рыночную нишу. Ведь полноприводников с механической коробкой в России осталось совсем немного. В России начались заказы на пикапы Isuzu D-Max с доработками компании Arctic Truck. Исландское ателье специализируется на серьезном внедорожном тюнинге и уже занималась моделями Isuzu. Но теперь речь идет о модернизированной версии, ведь в прошлом году D-Max прошел рестайлинг. Вместо двух с половиной литрового дизеля появился трехлитровый мотор и новые коробки передач, шестиступенчатая механика и автомат. И вот для этого пикапа Arctic Truck предлагает свой пакет доработок. Интересно, что арктическое исполнение можно заказать для всех D-Max с любой трансмиссией – с одинарной или двойной кабиной. Базовый пакет стоит 650 тысяч рублей. В него входят шины внешним диаметром 35 дюймов, перекалиброванный спидометр, бамперы и расширители арок. Подвеска приподнята на 10 мм, а кузов на 30. Доплатить сверху можно за металлическую защиту двигателя и коробки передач, пневматическую блокировку межосных дифференциалов, лебедку, кунг, шноркель и другие внедорожные атрибуты. Продолжение следует...